Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он видит поезд у Тверской заставы Там много бумаг и людей И все они ждут кого-то важного Чтобы увезти из Москвы А вот я ошиблась, товарищ Матрона Не на Тверской заставе-то поезд стоит Тьфу ты! Откуда она про поезд узнала? Каждая деревенская бабка знает, что правительство эвакуируется Или только она? Мы разберемся, товарищ Сталин А может немцы тоже знают про поезд? Не нужен тебе поезд Молиться надо Всему народу молиться Что она говорит? Заладилась, старуха А знаешь ли ты, что скоро к Гитлеру в Москву пойдет? Ты это винишь? Пошли отсюда Не уезжай из Москвы Красный петух победит Красный петух Красный петух Чудотворец Седьмая серия Красный петух Ее чтят и боготворят миллионы Ее просят о невозможном Женская заступница Покровительница бездетных семей Она исцеляла больных молитвой Предсказывала будущее Помогала в решении семейных проблем и конфликтов Она никому не отказывала в помощи Ни при жизни, ни после смерти Впервые мы собрали по крупицам Разрозненные и малоизвестные факты О жизни великой старицы И шаг за шагом Восстановили путь святой Матроны Московской Это невероятная история о чуде Которому есть место в жизни Каждой женщины В августе 1939 года Матрона сказала Вот сейчас Вы все ругаетесь Делите А ведь война вот-вот начнется Конечно, людей много погибнет Но наш русский народ Победит В то же самое время Когда было сделано это предсказание В Москве приземлился самолет С министром иностранных дел Германии Риббентропом Знаменитый пакт о ненападении Был подписан 23 августа Но как Матроне могло быть известно то О чем еще летом 1939 года Не догадывался даже сам Сталин Матронушка во время 1939 года Говорил, что скоро-скоро будет война Скоро-скоро будет война Молитесь, молитесь, молитесь Если народ теряет веру в Бога То его постигают бедствия А если не кается То гибнет и исчезает С лица земли Большая беда ждет Россию Эти слова матушки Передавались из уст в уста О московской старице Матроне И о слухах, которые она распространяет Доложили самому Сталину Он потребовал немедленно арестовать Блаженную Но несмотря на все попытки милиции Это никак не получалось Матрона всегда съезжала за полчаса до ареста Сталин был в бешенстве С бандитизмом разобрались А одну Блаженную арестовать не можете И только 22 июня 1941 года Когда на советской границе Показались немецкие танки Сталин вспомнил О предсказаниях слепой Матроны Московской Это самая известная фотография Матроны Московской Бревенчатая изба Простые занавески на крошечном огне Скромное ситцевое платье И знаменитая улыбка святой От которой как будто идет тепло Исследователи утверждают Что эта фотография Была сделана в предвоенные годы Когда Матрона жила в Царицыно Скромная обстановка Никаких личных вещей Кроме вот этого медальона На заднем плане Который едва можно разглядеть Ну вот здесь у нас Реликвии наши семейные Матушка Серафима нас передала их Теперь мы с Татьяной хранители Это вот фотография очень старая Матушки Матроны Это поразительно Редчайшая уникальная Прижизненная фотография святой Хранится вот здесь В доме у семьи Горюшкиных Из Тульской области Это наша родословная В Горюшкиных Здесь все наши предки Потомки Михаил Горюшкин говорит Если собрать всю родню То в этой комнате Навряд ли все поместятся У Михаила пятеро братьев И одна сестра И у каждого из них Свои семьи Дети Внуки Кто-то живет в Новомосковске Кто-то в небольшом городке Узловая Тульской области Кто-то переехал в столицу Но все Горюшкины уверены Их большую и дружную семью Оберегает святая Матрона В трудные минуты Они всегда обращаются к ней За помощью С малых лет Мама всегда нам Говорила Что это очень Сильный человек Сильный Святой И она просила нас Всегда В трудные минуты Значит Просить ее Чтобы она нам помогала И всегда К помощи приходила Вот мелочь Какой-то там Что-то Ну Потерян какой-то там Нужные очень Вещи Какая-то Вот не Не можно найти Ну что Все обыскали Все Руки опустились Смотрим Михаил нашел Он так скромно Я ему Смотрю Что просил Но что связывает Эту семью С великой святой Это фотография Бабушки Любови Сергеевны Украинцевой Посмотрите внимательно На шее У женщины Тот же медальон Что и на фотографии Матроны Здесь Висит медальон Это тот Который Моя Матушка Серафима Отвезла От своей бабушки Бабушка Носила его Люба И она Вроде как В знак Благодарности Потому что она Исцелила Матушку Нашу Отвезла И вот этот Медальон Вот он Здесь Изображен На этой фотографии Почему Матушка Эту фотографию Очень берегла И ценила Мама Братьев Серафима Горюшкина Одна из Немногих Кто хорошо Знал Матрону Она не раз Говорила своим Детям Что если бы Не Матрона И их бы На свете Не было Историю О том И как Помогла Найти Свою Любовь В этой Семье Передают Из поколения В поколение Если бы Не Матрона Павел Горюшкин И Серафима Украинцева Могли бы Никогда И не Встретиться Они родились В одной Деревне Ходили В одну Школу И жили На соседних Улицах Но им Понадобилось Почти 30 лет Чтобы найти Друг друга С большой Долей Уверенности Можем Предположить Скорее Всего События Именно Так Лето 43 Года Юная Серафима Украинцева Прижимая К груди Узелок Спешит На Железнодорожную Станцию Она Впервые Покидает Узловую И едет В Москву Семье И радостно И боязно Одновременно Что Ждет Ее В столице Еще Месяц Назад Телефонистку Симу Украинцеву Должны Были Призвать На фронт Но Начальник Районного Узла Связи Пожалел Красавицу Симу И направил Ее на Обучение В Московский Техникум Связи Имени Подбельского За день До отъезда Симы К Украинцевым Приехала Мамина Подруга Из Епифани Привезла Котомку С продуктами И очень Просила Серафиму Отвезти Ее в Царицыно К матушке Матроне Ее мама Ее подруги Попросили Отвезти Ее Такую Котомку Продукт В Москву По какому-то Определенному Адресу Повезла На эти продукты У нее был Только адресок Она даже Толком Не знала Куда Она их Везет Девушка Уже Слышала Про эту Слепую Провидицу Слухи О чудесах Матроны Дошли И до Узловой Все мысли Симы В пути Занимают Эта встреча Какая Она Эта Матрона И что Она скажет Ей И главное Как рассказать Матроне О том Что Так сильно Ее Волнует Узловой Симу 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 Одной Из первых Красавиц Черноволосая С горящими Глазами Статная Вот Такая Как На этой Чудом Уцелевшей Довоенной Фотографии Здесь Симе 15 Меня встретила Учительница Сима Школа Она представилась Здравствуйте А вы знаете Расспросила Как мама А вы знаете Мы когда Были Маленькими Девчонками То мы Бегали На вашу Маму Смотреть Значит Мы Ждали Ее Когда Она Пойдет С работы И смотрели На нее Она Была Очень Красивая Соседки Говорили Матери Серафимы Мол Гляди Как бы Дочь Рано Замуж Не Выскочила На Младшую Дочку Корней Действительно Заглядывались Многие Да только Сима Ухаживание Местных Парней Отвергала На свидание Не бегала Однажды Девушка Призналась Подругам Что мечтает Встретить Своего Единственного До такого Чтобы прожить С ним Всю жизнь И чтобы Любили Они Друг друга До старости Да ты Симка Книжки Начиталась О принцах Все мечтаешь Нет Уже Принцев Давно Никаких Вон Петька Жидкин Давно Не нравится Мне И в Бога Не верит А я В церкви Венчаться Хочу Чтобы На всю жизнь Что ты Надумала Венчаться Да за такое Посадить Могут Да и где-то Венчаться Собралась В нашем храме И то давно Дом культуры Сделали Ты еще Скажи Что молишься По ночам Да крестик Носишь Серафима Никогда Не снимала Крестик Подаренный Ей Еще В детстве Мамой Любовь Сергеевна Украинцева Была женщиной Глубоко Верующей И даже После того Как единственный Свято-Успенский Храм Вузловой Был закрыт Ходила Вместе С детьми Молиться В храмы Ближайших Селений И даже В город Тул А это 50 километров Пешком Туда и Обратно В семье Украинцевых Строго Соблюдали Посты На ночь Любовь Сергеевна Всегда Читала Детям Священное Писание Очень Воцерковленные Набожные Посещали Все храмы Мама Симы Всегда Говорила Слушай Сердце Оно Подскажет Девушка Глядела На местных Кавалеров Но Сердце Ее Ни разу Не епнуло За Серафимой Ухаживали Многие Ее Звал Замуж Бравый Выпускник Одесской Летной Школы Дмитрий Медведев Высокий Красивый В парадной Форме С синими Петлицами И золотыми Шевронами На рукавах Здрасте Все девушки Узловой Мечтали пройтись С ним По центральной Улице Все Кроме Симы Украинцевой Он был здесь Значит Всего Несколько Дней У него Было Ну как Называется Командирок Или отпуск Наверное Был Несколько Дней Он предложил Ей Замуж Стать его Женой Вот Я говорю Мама Ну почему Отказалась Она Ну Я был Тогда еще Не готов К замуж Серафима Недоумевала Пожениться После трех Дней Ухаживания Да И разве Могут Быть У такого Кавалера Серьезные Намерения Собираясь В Москву Сима Мечтала Может Быть В столице Ей Повезет И Она Там Найдет Своего Суженого Здравствуй Серафима Я ждала Тебя Подходи Откуда Вы Мое имя Знаете Матушка Хорошо Что Крестик Носишь Не снимай Его Поможет Он тебе В трудную Минуту Замуж Выйдешь За красивого За военного Детишки будут Один другого Лучше Только Надо Подождать Счастье Спасибо Матушка Ой Продукты Возьмите Хлеб Хлеб Возьму А остальное Родным Отнеси За то что Они тебя Приютили В благодарность Спасибо Спасибо вам Осторожно Порог Высокий Да как же Вы все Видите Матушка Слепота Серафимушка Не в глазах А тут Глубоко Сидит А если Там Солнышко Свет Божий Так И глаза Не нужны От Матроны Сима вышла Довольная И соловьи Поют И светлячки Кругом И воздух Сладкий И значит Недолго Ждать Все Наладится А ну Ко Взялок На землю Только Не убивайте Богом Не убивайте Быстро Тут На месяц Гостинцев От матушки Доволь Спасибочки Вот и счастье Пришло Тогда Серафима Не догадывалась Какие На самом деле Трудности Ждут Ее Впереди В доме писателя Бориса Земцова Икона Матроны Теперь На самом почетном месте Он каждый день Начинает с молитвы Святой Старицы И часто ездит В Покровский монастырь К мощам Матроны Московской Чтобы сказать Спасибо За то Что она Спасла Ему Жизнь На войне Это матронушка Которая сыграла Моя жизнь Очень большую роль Которую я Очень многим Обязан Вот Естественно Это Самый Почитаемый Мой образ Самый Дорогой Мне образ В 1993 Году Земцов Воевал В Боснии На стороне Сербов В составе Русского Добровольческого Отряда Тот самый бой Который Навсегда Изменил Его жизнь Случился 12 Апреля Борис С товарищами Оказался В окружении Позиция Защищала 12 Русских Добровольцев В нашем Распоряжении Был один Пулемет И автоматы Мы на крайний Случай Имелись Гранаты А мусульмане Наступали Силами Которые Происходили Десятки Раз Наш Скромный Отряд На 20 Минуте Боя Погиб Их товарищ Затем Ранили Еще Двоих Плотный Огонь Заставил Защитников Высоты Вжаться В землю Русские Бойцы Отчаянно Отстреливались И молились Говорит Борис Их ад На земле Растянулся На 6 Часов Тем не менее Отбили Мы Эту Высоту Стрелков Скромными Своими Оружиями Максим Говорит Ты знаешь Почему Мы остались Живы Ну Я Пожал плечами А он Очень внимательно Посмотрел Человек Который Гораздо Моложе Меня Нам Помогла Матронушка Борис Зимцов Тогда Впервые Узнал О Матроне Московской Его Сослуживец Максим Родился Недалеко От Себина Место Где Родилась Святая Это тот Максим Как раз Который Мне Говорил О Матронушке Который Я впервые Услышал В этой Святой Вот он Стоит Максим Рассказал Что Во время Боя Он Молился Матроне Просил Ее О помощи Нисколько Не сомневаюсь Что он Молился Матронушку Молились Все Даже Те Кто До Этого Считал Себе Атеистом После Войны Их Пути С Сослуживцем Максим Разошлись Во второй раз Благодаря Вере И молитве Святой Матроне Московской Еще В 1940 Году Матрона Говорила Враг Подступает Надо Обязательно Молиться Внезапная Смерть Бывает Если Жить Без Молитвы Чаще Крест Крест Такой Же Замок Как На Двери Сама Святая В те Годы Вспоминает Послушница Матроны Антонина Малахова Молилась Громко Будто Знала Ее Молитвы Там На Небесах Заглушат Звуки Кононады И вот В 1941 Году Была Война И когда Близко Подошли Немцы Она Сильно Молилась Сутками Просила Господь Чтобы Они Не Вошли В Москву С 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 Жизнь Одного Человека Матрона Находила силы Утешить Каждого Знала Матрона И о том Что ее Родное Село Себино Заняли Немцы Это Случилось Осенью 1941 Я Прибегаю Домой Мама В переулке Стоят Огромные Машины Она Дочка Немцы Пришли Когда Началась Война Жительнице Себино Марией Орловой Было 10 лет Мария Ивановна Помнит Как Под Выпивший Немецкий Солдат Весело Играл На Мандолине А потом Вели Комендантский Час За Появление На улице После Семи Вечера Смерть Наутро В деревне Узнали Первого Нарушителя Расстреляли Тем же Вечером Ну конечно Был страх А я все время Думала Куда Мне Спрятаться Вот если Придут Немцы И начнут Нас Убивать Куда Мне Спрятаться Потом Придумала У нас Была Там Такая Яма А я Думаю Ям Залезу И меня Там Не Найдут В октябре 41го И по Москве Ползут Страшные Слухи Говорят Сталин Собирается Покинуть Город На Обельмановской Заставе Видели Спец Поезд Для Вождя 15 Октября В городе Объявлена Эвакуация В столице Паника Но Матрона Настаивает Уезжать Никуда Не Надо Лидия Сорокина Вспоминает Как В октябре 41го Очередь К Матроне Старица Сразу Обратилась К девочке Стала Говорить Об учебе Как Мне В школе Трудно Ли Просто Ли И я По-детски Ответила Диктанта Трудно Она Говорит Ну скажи Какое-нибудь Слово А мы Посмотрим Как Оно Пишется И я Сказала Ангелочек Потому Что Матрону В ее Окружении Называли Мамуси И Ангелочком И я Вот это Слово Которое Было Близко И Понятно Мне Я Назвала Ангелочек Она Улыбнувшись Говорит Ангелочек Потом Я Поняла Что Суфик Действительно Чек Мама Желедей Как и сотни Других Пришла К Матроне За советом Бежать Из Москвы В родную Тулу Или Остаться В столице И она Сказала Маме Оставь Пожалуйста И никуда Ты не уезжай Из Москвы Здесь Надо Оставаться Немцы В Москву Не вошли Если бы мы Уехали Мы потеряли бы Очень много Потому что Мы попали бы В оккупацию С этим С этим периодом Связан Один из Самых Спорных И Противоречивых Эпизодов Биографии Святой Матроны Антонина Малахова Лично Знающая Слепую Старицу Рассказывала Что в октябре 41 года На Староконюшенный Переулок К дому Где тогда Жила Матрона Подъехало Сразу Несколько Черных Машин Сам Генералиссимус Сталин Приехал Просить Совета У Провидницы Иосиф Васильевич Сталин Был у Матроны Значит Там Работал Подвозил Продукты Мужчина Из села Себино Который Был в Москве Жил И он Подвозил Продукты В Кремль И тогда Он встретился Со Сталином Сказал Иосиф Васильевич Вы хотите Узнать Кто Победит Значит Эту Войну И тогда Значит Он Ему Сказал Адрель Где Находится Женщина Продоливная Которая Вам может сказать Предположительно Отец Народов Приехал К Провидице И попросил Совета В самый сложный Период Войны Когда Немцы Были На подступах К столице Черт Тебя Зовут Матронов Ты Слепая А будущее Видишь Я Не Вижу Бог Все Видит Эти слова Товарищ Матрына Я говорил В семинаре Когда Меня Розганы Секли А Видит Ли Этот Бог Что Будет Дальше С тобой Со Всеми И Со Всей Страной И Видит Ли Этот Бог Что Война Идет Он Видит Поезд У Тверской Заставы Там Много Бумаг Людей И Все Они Ждут Кого-то Важного Чтобы Увезти За Москвой Надо Всему Народу Молиться Что Что Она Говорит Заладила Старуха А Знаешь Ли Ты Что Скоро Гитлер В Москву Войдет Ты Это Видишь Пошли Отсюда Не Уезжай Из Москвы Красный Петух Победит Возможно Возможно Вот Такая Как бы Мгновенная Встреча Вот Как Антонина Рассказывала Что Он Буквально Вошел На мгновение Она Ему Сказала Несколько Слов Ну Что Красный Петух Не Уезжай Из Москвы И Вот Это Что Не Уезжай Из Москвы Он Действительно Не Уехал Из Москвы Хотя По Всем Данным Уже Был Готов Поезд Что Он Собирался Уехать Легендарный Ученый Александр Бакулев Который В военные Годы Был Главным Хирургом Москвы Вспоминал Мы Со Сталиным Иосифом Виссарионовичем Сутками Не Спали По Сообщению Что Немец Завтра Будет В Москве Мы Вечером С С С С С С Белорусский Вокзал С Которого Отправлялось Ранее Все Правительство В 21 Час Сели В Поезд Утром Видим В окно Что Мы На месте При Вокзале В Вагоне Был Телефон Я Первый Проснулся Взял Трубку Спросил В чем Дело Почему Нас Не Отправили Мне Ответили Немцы Отступили От Москвы В официальном Изложении Жития Матроны Московской Нет Ни Слова О Ее Встрече Со Сталином Никаких Реальных Доказательств Этого События Не Существует Но Вот Парадокс В 42 Как Раз После Возможной Встречи Сталина И Матроны В Войне Наметился Перелом Совпадение А Вот Еще один факт В сентябре 1941 года Сотрудники НКВД Арестовали Около Пятидесяти Священников А в декабре Ни одного В переломный момент Войны Власти Словно бы Предложили Перемирие Церкви И прекратили Охоту на Духовенство Легенда Которую Ни как Нельзя Ни подтвердить Ни опровергнуть Накануне Битвы Под Москвой Значит По моему По Совету Матроны Московской То ли По результатам Встречи Ее Со Сталиным На самолете Икона Тихвинской Божьей Матери Пролетает Вдоль Всего фронта Который Готовится К обороне И собственно Это становится Переломным Моментом В войне Неужели Вождь Действительно Получил Откровение От Матроны Московской К зиме 43-го После Сталинграда И Курской Дуги Становится Ясно Победа Будет За нами Блокада Ленинграда Прорвана Но вот Сколько Еще Будет Длиться Война Сколько Морозных И голодных Зим Еще Придется Пережить К декабрю 1943 В осажденном Ленинграде Умерли Больше Миллиона Человек Только 3% Погибли От пуль И бомбежек Остальные От голода Голод Который Сопровождают Совершенно Трагические События В частности Людоедство Случаи Были фиксированы Совершенно Конкретные Мы знаем И об арестах И об осуждениях В том числе Во время войны Известны Случаи Каннибализма Не только В Ленинграде Собственно Вот эти факты Уже даже Где-то И на слуху А подобные Случаи Фиксировались В Москве И даже В Чите В Москве Как и по всей стране Действует Карточная система Вот одна Из таких Чудом Сохранившихся Карточек 2 кило Крупы И макарон 800 граммов Масла И полкило Сахара На месяц В день Можно купить Только норму По отрывному Талону 200 граммов хлеба И 20 граммов масла В Москве Серафима Горюшкина Поселилась У дальних Родственников Тетка Худая Бледная Женщина Лишь вздохнула Когда Сима Разложила книги И принялась За учебу За учебу Ой, девонька Не протянешь Ты с этой Учебой На что жить Будешь Тетушка Бог поможет Матрона Матрона Сказала Что Скоро Все Наладится Повсюду Повсюду собирают теплые вещи для фронта А Симе Украинцевой И отдать Нечего Каждое утро В худом пальтишке Трясется она В трамвае На другой конец Москвы Учиться Осень Пришла Ударили Первые морозы Зима Говорят В этом году Будет Особенно Холодная Чтобы Не умереть С голоду Серафиме Пришлось Устроиться Телефонисткой Девушку Быстро Оформили На работу Ой И как зовут Такую красоту Серафима Меня зовут Серафима 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 А не хотите ли Вечером на танцы У вас то В селе Паде Городских Развлечений И нету О чем вы говорите Мне работать надо Пропустите меня пожалуйста Ну Ну Посмотрим Как ты Запоешь Дальше Серафиме Было Не до Развлечений И танцев Днем Она Училась Ночью Работала А тут Еще Одна Беда Тяжело Заболел Десятилетний Сын Хозяйки Дома Сережа Сима Сама Вызвалась Помочь Пошатываясь От усталости И голода Она Каждое Утро По Несколько Часов Стояла В очереди За Продуктами Которые Выдавали По Карточкам Да И те Не всегда Отоваривали Продуктов Не хватало Так а где же у меня Карточки Так они же были у меня Здесь Как она могла Потерять Карточки Что она Скажет Тетке И что Теперь Будет С маленьким Сережей От ужаса У Симы Потемнело В глазах Девушка Бросилась Искать Карточки Но все Было Бесполезно Она Уже Совсем Отчаялась Но тут Неожиданно Вспомнила Про слепую Матушку Матрону Из Царицына Серафимушка Тепло Родных Мест Принесла Не Плачь Найдутся Карточки Матушка Да что же это такое Беда за бедой Мы же говорили Жди победы Жди мужа Жди деток А ты Молись И слезки высохнут И Господь тебя Услышит Эту историю Серафима Горюшкина Рассказывала Своим детям Удивительно Но продуктовые Карточки Как и говорила Матрона Нашлись И когда приехала Она их нашла На доме На видном месте Хотя Переуезжая Все обыскала Отоварив карточки Весь свой продуктовый набор Сима отдала Тетке Больному Сереже Надо Хорошенько кушать Через неделю Мальчик пошел На поправку Голодная Замерзшая Поздней осенью 44-го Сима едет на работу Скромная зарплата Сотрудница Телеграфа Это единственная Возможность Купить на рынке 100 граммов масла И теплый калач Все мысли Только о том Где найти еду Иногда Правда Сима вспоминает Красавца Летчика Медведева Из Узловой Может быть Зря Она ему Тогда Отказала Была бы Замужем Сейчас И деток Бы уже Растила А то Ведь уже 27 Исполнилось О любви В ее Жизни так и нет Неужели Матрона Ошиблась Да еще И этот Геннадий Скользкий Тип Вот уже Который Месяц Не дает Ей Прохода А вот Роза Для моей Красавицы Геннадий Викторович Оставьте Меня Да какая Недотрога Богом Оставьте Ах Богом Ну мы еще Посмотрим Кто сильнее Я Или Твой Бог С того Самого Дня Геннадий Начинает Свою Тайную Войну Он Выслеживает Симу Возле Елоховского Богоявленского Собора Каждое Воскресенье Она Ходит Туда На Службу Дату И Время Каждого Визита Геннадий Аккуратно Записывает В Потрепанную Книжечку А потом Излагает В Доносах Один Отстояла Службу Поставила Свечку За упокой Батюшки Во здравие Матери И сестры Заказала Молебен За братьев На фронте А когда Вернулась Домой Ее ждал Председатель Правкома Сегодня Было Производственное Собрание В Красном Уголке А Сима Злостно И контрреволюционно Его прогуляла И это Не в первый раз А еще Информация Поступила Что Бог Мол Дороже Серафиме Чем Идеи Ленина Уволили Серафиму Одним днем С выговором За прогулы Господи Да что же Это такое Живи по заповедям Кусок хлеба Отдай А теперь Что с голоду Помри Всем нам Крест По силам Дается Да По силам Только Вся моя сила Карточка Иждивенца На 50 гранцев Хлеба В день Да выживай Миссима Ты только Не плач Не плач Детка Всю силу Выплачишь Откуда же Ей взяться Ты посмотри Вокруг У Бога У него Нет никакой силы Откуда же Мне взять силу Справимся Мы Сима Справимся Бог даст Нет никакого Бога Поэтому И война И И мужики На фронте Гибнуты И мы Здесь Как мухи Морим От голода Некому Молиться И Любви Нет На следующий день Серафима слегла Тело Как будто Перестало Ее слушаться Серафима Хотела Встать Но не могла Даже Пошевелиться Она Ощущала То жар То озноб И говорила С большим Трудом Врачи Того Времени Ставили Таким Больным Диагноз С первого Взгляда Поражение Нервной Системы Вызванное Голодом С мамой Приключилась Какая-то Непонятная Болезнь Странная Сама Называла Это Истощение Мозу Ну Видимо От Упорной Учебы Какой-то И от Такой Неважного Питания Видимо Просто Какое-то Истощение Было Психическое Через Неделю Апатия Сменилась Приступами Необъяснимой Агрессии Серафима Вскакивала С постели И не обращая Ни на кого Внимания Убегала Из дома Вот Ее Двородина Сестра Уже Позже Рассказывала Что она Вела себя Как Ненормальная Она Куда-то Уходила И ее Приходилось Искать Даже Московские Доктора Там Как-то Махнули На нее Рукой В середине Апреля Когда Тает Последний Снег А вместе С ним И надежда На выздоровление Родные Решили Во что бы то ни стало Надо попасть К Матронушке Только Она Может Сотворить Чудо Серафима Почему Тебя Люди Носят Почему Сама Ногами Не ходишь Вышло Мое Время В Кого Я Превратилась Муж Дети Что Ты Мне Говорил Тьма У тебя Внутри Вот Ты Не Видишь Как Жить Закрой Глаза Молиться Надо Только Молитва Выведет Тебя Из Тьмы Испытания Тяжелые Почти Позади Впереди Воздаяние Чем Хуже Нынче Тем Награда Больше Да Победит Ли Эту Тьму Вот Ты Открыла Глаза Ступай Тьма Отступит В Ночь С 8 На 9 Мая Серафима Проснулась От Шума За Окном Девушка С трудом Приподнялась С кровати Затем Накинув Старенький Плащ Вышла На улицу И тут же Людской поток Подхватил Ее Первые секунды Сима не понимала Что происходит Она думала Что это Ее очередное Видение Сон Но тут Рядом с ней Кто-то громко Крикнул Победа Серафима Неожиданно Почувствовала Прилив сил Словно Не было Нескольких Месяцев Изнурительной Болезни Ликующая Толпа Вынесла Ее На Красную Площадь Серафима Плакала И обнимала Незнакомых Людей И запрокинув Голову Радовалась Салюту Слова Матроны Сбылись Красный Петух Победил Великая Отечественная Война Которую Вел Советский Народ Против Немецко Фашистских Захватчиков Победоносно Завершилась С того Дня О страшной Болезни Серафима Забудет Навсегда Как и Обо Всех Остальных Невзгонах С тех пор Она никогда Больше Ничем Не болела Когда Вот Коснулась Уже Ее преклонный Возраст В годы Там где-то После 80 Что-то Какую-то Что-то Какую-то Диспансеризацию Пройти То оказалось Что у нее Даже нет Никакой Амбулаторной Карточки Руси Скоро Серафима Вернулась В город Узловая Снова Устроилась На телеграф И почти Перестала Вспоминать О предсказании Матроны Но судьба Уже Мчалась Ей Навстречу Серафима Действовала Именно так Как и было Предначертано Хоть и не догадывалась Об этом 24 июня 1945 года Вся Москва Собралась На первый парад Победы Его участников Отбирала Особая комиссия Требовались Фронтовики С отменным здоровьем Награжденные Как минимум Одним орденом И двумя медалями Среди тех Кто прошел В тот день По Красной площади Был и майор Павел Горюшкин В Москву Он отправился Прямо из Побежденного Берлина Пригласил их Начальник штаба Их отправили В Москву В июне 1945 года Самолетом Там Пошили Форму Специальную Для парада А после парада Весь в орденах Павел Горюшкин На несколько дней Заглянул К родителям В узловую В тот самый дом Что в двухстах метрах От Серафимы Замуж выйдешь За красивого За военного Детишки будут Один другого лучше Только надо подождать Счастье-то Серафимушка Выстрадать нужно Невероятно Но родители Павла Уже давно Подыскали для него невесту Очень нравилась им Скромная и обходительная Сотрудница почты Серафима Украинцева Две семьи Решили все сделать По старинке Сначала Тайные переговоры Между родителями Жениха И невестой А затем уже Настоящее сватовство К Серафиме Пришли по всем правилам Сваты с рушниками И жених В парадной Военной форме И в общем-то Вот родители Стали усватывать Ему тогда было 25 лет Мать был уже 27 Но девушка Она была статная Красивая Ну и состоялось Какое-то Значит Обручение У невесты Было лишь одно Условие Венчание В церкви Горюшкин Согласился Хотя для него Это был Серьезный риск Венчались они Тайно В церкви Под Москвой В Пушкино Вот Ну потому что Он был коммунист Он был офицер Сбылось предсказание Святой Матроны Но могла ли знать Серафима Которая 7 лет Искала свою любовь Повсюду Что судьба Ждет ее На соседней улице Вместе с Павлом Они прожили 50 лет И родили Семерых детей Серафима Всю свою жизнь Помогала Страждущим И одиноким Кормила Соседских детей И раздавала Одежду Бедным Каждое утро Ее начиналось С молитвы И с уверенности Этот день Она и ее Большая семья Снова проведет Под покровительством Матроны Матрона И вправду Не оставляла Семью Горюшкиных Михаил Горюшкин Младший сын Серафима и Павла Хорошо помнит Как в детстве Матрона Спасла его От страшной болезни В детстве Где-то я ударился Головой Видимо здесь У нас стол Стоял такой Дубовый И у меня Сгустой крови Запекся в мозгу И врачи В общем-то Разводили руками И ничем помочь Мне не могли А при напряжении Мозговом Мышлении Или чтении Или что-то еще Возникали Очень сильные боли Тогда Мать Серафима С ног сбилась Пять лет Возила мальчика По врачам На рентгеновском Снимке Отчетливо Был виден Сгусток крови В мозге Лекарства Не помогали Через годы Мучений Серафима Решила Кроме Матроны Никто не спасет Ее сына Ну и матушка Как говорится В ней было одно средство Она повезла Меня К матушке Матроне На могилу И я помню Как Значит Мне понравился Камешек Небольшой Такой Маленький Калыш И я его С матушкиной Матроны На могилу Взял По прошествии Некоторого времени Вот у меня Этот камешек Пропал И пропал И вот Головные боли Прошли До сих пор У меня Головные боли Эти не мучают И самое интересное Вот снимки Потом делались То Мозг чистый Я считаю Вот это чудо Матушки Матроны Теперь в доме Горюшкиных Рядом со свадебной Фотографии Родителей Хранятся И вот эти Семейные Реликвии Уникальная Фотография Матроны С бабушкиным Медальоном Семейные Иконы И вот этот Молитва Слов По преданию Подарок Матушке Матроны Молитвенник Матушка Серафима Тоже Его всегда Носила С собой Всегда Читала Конечно Я тут Ни слова Не понимаю Потому что Это старославянский Язык Но как-то Я пытался Читать У меня ничего Не получилось Видимо Я еще Не дозрел Матрона Московская Никому Не предсказывала Легкой Жизни Но всех Призывала К стойкости Видимо Она прекрасно Понимала Что ожидает Страну И всех Кто в ней Живет И для Государства И для Серафимы Горюшкиной Одно Из самых Страшных Испытаний Закончилось В 1945 Году Но Впереди Было Еще Немало Других Слепая Старица Понимала Хотя Красный Петух И победил Борьба С темными Силами Которые Захватили Россию Только Начинается И ей В этой Невидимой Для всех Битве Уготовано Особое Место Битве БИТВА КОТОМ БИТВА КОТОМ БИТВА Продолжение следует...